Ностальгия и паранойя. А откуда такое название? Это связано с выходом нового альбома, и в одной из песен есть такие слова. Головный тренд питания, которые задаются в гурту, это связано, что НРМ уже больше не тот. Вот он ранее был тот, а сейчас он не тот. Ну, в смысле, раньше был с Ливоном, теперь без Ливона. В этом отношении? И в этом, и в иншем. От альбома к альбому, весь час, вот выходит новый альбом, выходит новая песня, и, конечно, мы слышим эти вопросы. Вот ранее было НРМ, вот это было НРМ. А вот это уже не то НРМ. И отбывается поравнание. Але поравнание НРМа с НРМом же. И дошло до того, что я сам начал поравновывать. Словы там такие в этой песне, мы ее покажем. Ностальгия и паранойя. Я себя с собой поравновываю. Вот. И это стан поравнания с собой. И он набыл такое больше широкое гучание. Это уже не только тычется НРМ. Это уже начинает тычаться всего життя. Про них, которые часто оглядаешь на свое властное життя, с некой отвлеклости. И начинаешь поравновывать с собой с собой. Ти там было лепее, те герты лепее и я. Счера кажучи, про музыку словами сказать, за все доскладано. Нам вельми подобается новый материал. Вельми подобается гучание нового альбома. На жаль, мы тут не сможем вам показать, ну, соправдное гучание НРМу. Треба 23-го будет прийти в Гудвин. Вышел вельми удалый сингл. На той момент альбом я еще не был готовый. Не сформованный был. Хотя песни уже были написаны. И вельми логично, как бы, у нас в голове уклалось, что вот будет промень, промень солнца. Был снятый клип, даже снятый нашими польскими коллегами. Зараз эта история моя продолжение. Она одразу мела, ну, как бы, у Польши продолжение в Люблине. Был такой же самый концерт «Витание солнца». Зараз нас запросили еще раз у Польши с подобным проектом на море. И над морем на великим фестивале то и самое будет. Будут люди в золотых скафандрах. Идти на сустрачь солнцу. И даже я, корыстающийся моментом, хочу звернуться до наших прихивников. Кто придет на концерт и принесет золотые скафандры, нам зараз потребны. То есть первые пять человек, которые принесут золотые скафандры, которые ему потом вернем. И они пройдут бесплатно так само на концерт. ДПБЧ лучше отвечает реалиям этого альбома. Любая песня могла дать назву. На мой взгляд, вельми удалая назва была бы «Ностальгия и паранойя». И тому зараз так называется наш концерт. Он вельми подобный на попередние альбомы «НРМ». Но был применен новый метод. Первый раз в жизни мы взяли человека со стороны. С боку человека взяли в якости продюсера. И вот этот человек, Глеб Галушка, он в некоторый момент так шматно себе потягнул колдру, что даже некоторые песни, он соавтор некоторых песен. Чего никогда «НРМ» не практиковал. Мы несколько разобрали чужие тексты, но как бы кто-то вмешивался в нашу музыку, этого мы никогда не допускали. Глеб вмешивался в музыку, в аранжировки, в гучанье. Я за что ему вельми вдячный. И это вельми мощно поуплывало на угол на гучанье альбома. На мой взгляд гучанье стало больше сталым, в адрознении от попередних. Но принциповых изменений мое в ухо так не зауважает. Некоторые люди мне кажут, что это уже за все нынший «НРМ». Но на наш густ мы играем то же самое. Просто крышечку по-иншему, мы крышечку по столе. Мы относились больше уважливо до гучанье самого. То есть мы поставили некие конкретные перед собой задачи, которые воплотить. Ну может быть и нереально, али мы не поставили и до их и станинкнулись, а до истин. И вот выникам это стал альбом. И повышение якости – это великое. Просто само гучанье. Но я не хочу сказать про повышение и понижение якости. Про это тяжко сказать. Еще расскажу. Попередний досвид наш свечит, что всем подобаются те альбомы, под которые они выросли, под которые они покахали первых девушек. Мы первый раз пошли на танцы, первый раз пошли на концерт. И конечно они будут любить те альбомы. И тому я не хочу поравновывать наш этот альбом с попередними. И мы вельми любим те песни и завсёду с захоплением их выполняем. Просто нам для развития гурта обовязково надо писать новые песни. Они тиснутся, они из нас лезут. И мы их фиксуем, выдаем в этом альбоме. Один, что хочется сказать – куда расти. И вот куда расти. Ранее НРМ это был такой энерджайзер. И мы выходили и рвали ткань. Мы вельми за деньги энергии выплывали. И все это выглядело так. Хучай, хучай, хучай. У нас завсёду на концертах песни гучали полторы разы хучай, чем в студийных записах. Как шматы у кого. Как шматы у кого. И зараз это засталась тенденция. Мы хучай играем, чем записано. Но когда мы всё-таки зараз працуем над этими песнями, мы в первый раз в жизни начали ставить себе задачи не просто не как сыграть, а взаимодействие между инструментами. Больше разборливого. Больше разборливого. То есть это так само якость. Да что якость? От гаражного звучания ушли. Крышечку мы отходим от гаражного звучания. Присциплина. Валеска. Хотя гук инструментов стал ясче больш жорстким и шершавым. Ясче больш жорстким и шершавым. Таму шта ранее инструментов было болей. И гэта давала махчымасть всем кучать больш попсово, але оно сливалось в такую энергичную хвалю. Зараз кожный по особку инструмент гучить больш жорстко и шершаво. Але гэта дае ту ж самую моцную хваль. Можа навать ясче большь моцную. Ну вот один с текстовым уже. Да. Процитировали. Процитировали. Ностальгия и паранойя. Гэта таки можно назвать гимн НРМ. Первый раз у нас стремилась написать не гимн, но такую песню, якая присвечена именно Вита Мрои. НРМ пяе – это звычайная рок-творчесть. Доследование своего внутреннего света и надзирание за светом внешним. Надзирание таки часами трапные, часами вельми субъективные некие. Завсёды вот этот герой этой песни, альбо моими устными, альбо устными Олезиса, те навать часами Глеба Галушки, описывая свои отчуванье, часами вельми короткие, часами системные некие и стварая такое затягивающее уражнение. Мне здаётся тексты, ну они наследуют попередние тексты, аль мне здаётся ранее НРМ больше таки близнешние и крышечку выглядали такими лозунгами. Зараз мы паспробовали наблизить гэтые тексты. Мы далёко от того не одышлися, конечно. Аль паспробовали наблизить датыповый рок-творчасті, як у ангельских гуртов. Можно назвать это самокопаньями такими, самокопаньями дорослых людей. Никто из нас николи, я скажу, николи не заморачивался гэтым. Вот оно, как, что хотелось, то и писалось. И тому, коли проанализовать всю творчость НРМ, из гэтых востросоциальных песен наберётся, ну, хиба 3-4, може и менее. Там звычайная рок-творчасті. Я бы это окреслил такими словами. Например, у некой речи «Гензе машин» там значно больше в острые тексты, чем у НРМ. Просто так повялося, что из-за рутинших белорусских гуртов, вядомых, вядомых, НРМ, как бы, самые социальные. Это, это, как бы, традиция. Зараз вот я веду, что, на пульке я веду молодые гурты, позволяют себе значительно более, чем иные. Просто они не такие-то дома. Мы зараз не разыкуем выкатывать вельмишмат новых песен, потому что мы все меломаны и все приходят на концерты послухать то, что все хотели бы послухать. Вот. И мы, конечно, выконаем, задоволим всех жадающих хитами. Вот все, что вы хочете послухать, мы все это выконаем. Из-за этого еще у нас приготовлены таки маленькая нисподзянка. Мы подрихтовали со старых песен таки блок тяжких песен. Вот. Самых-самых тяжких, которые, звичайно, на концертах НРМ отсовывались в бок, альбо никогда не выполнялись, альбо выполнялись редко-редко. Вот. «Народный металл» мы уже крысили. «Народный металл», так. Вот. Но покажем полную колькость новых песен, особенно с тех, которые уже были засвечены. Ту же песню, которую мы рихтовали для Евровизии. Мы этот номер подрихтованный для Евровизии целиком попробуем показать на сцене. Напомню, концерт состоится 23 мая в Гудвине, и прямо сейчас, прежде чем проводить НРМ, мы, конечно же, послушаем песню. Какую? Что это будет? Это будет песня «Мроя моя», какая, у какой есть эти слова «Ностальгия» и «Паранойя». Какая дала назву. Да, это легче. Калестены стискают в пустом покое, и телеэкран парализует волю. За горами, за пушей, за синим полем, я примрою в себе, краину мрою. Ностальгия, тип паранойя, я тебя с тобой поровнуваю. Мроя моя, тихо ты ты, здесь не на я. Аху! Мроя моя, тихо ты ты. Колесетку дашу, разорве маланка, и свет молитара, профи ранку. Там на чёрной шарши, ни чё канавары, там сябры, там сям я, там мои гитары. Ностальгия, тип паранойя, я тебя с тобой поровнуваю. Мроя моя, тихо ты ты, здесь не на я. Аху! Мроя моя, тихо ты ты. Стены, стены стискают пустым покой, а лишь я примрою в краю. Ностальгия, тип паранойя, я тебя с тобой поровнуваю. Ностальгия, паранойя. Аху! Мроя моя, тихо ты, здесь не на я. Аху! Мроя моя, тихо ты, здесь не на я. Аху!